всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вы наверняка слышали самую известную кулинарную школу ли кордон блю слышали да по всему миру деление имеет я тоже слышал так вот всегда считал что шницель кордон блю каким-то образом с этой школы связан а при подготовке к ролику полез в интернет просто для очистки совести и с удивлением обнаружил что рецепты оказывается гораздо старше чем эта кулинарная школа в первый раз его попробовал лет наверное 15 если не 20 назад в екатеринбурге был там очень приличный такой ресторан и вот я там обедал мне подали шиница листелятина и сочетание вкусов меня очень приятно удивило позже его попробовал из куриной грудки решил что из куриной грудки тоже вполне ничего и считаю своим долгом показать именно этот вариант ну просто потому что куриную грудку найти гораздо легче чем хорошую нежную телятину годную на такие котлеты нерубленные еще один момент в оригинальном рецепте естественно используются некие определенные сыры но что я хочу сказать да черт с ним с оригинальным рецептом тут главное сам принцип мы имеем какой-нибудь скажем так безвкусное мясо ну согласитесь что куриная грудка гораздо более нейтрально чем те же самые куриные бедрышки да и телятина по вкусу ну совершенно не такая насыщенная как мясо там бочка трехлетка делайте ремонт и не знаете где купить сантехнику в интернет магазине сантехника тут лучшие цены на рынке и огромный ассортимент сантехника керамическая плитка напольные покрытия отопления сантехника тут купи все в одном магазине и да прежде чем начинать раздражаться просто поместите себе этот сайт в закладки ну кто его знает когда у вас в очередной раз потечет кран на кухне или проходится бачок в туалете поместите закладки всегда будете знать где посмотреть вас никто не заставляет покупать просто поместите этот сайт закладки ну вот скажем есть у нас такое безвкусное мясо а получить хочется яркий по вкусу шницель к тому же вот та же самая куриная грудка и телятина ну это же не жирное мясо поэтому мы берем яркий насыщенный по вкусу сыр берем ломтик вкусной ветчины и получаем классный шницель ну и кроме того понадобится мука для панировки панировочные сухари на яйцо для лизона ну и соус у меня будет сальса берда него пойдет лимон чеснок и зелень свежая ну собственно все поехали как уже сказал это будет куриная грудка ее надо разрезать бабочкой вот так и теперь немного отбить чтобы получился удобно для формования пластина отбивать удобнее на пищевой пленке и пищевой же пленкой накрывать молотком для отбивания до сих пор не обзавелся поэтому буду действовать скалкой если вы разживете с телятины то ее отбивать не надо просто в куске мяса сделайте разрез карман такой его заполните начинкой а вот с грудкой удобнее конечно отбить теперь присолить приправить перцем отлично ну и раз уж это курица то надо пожалуй добавить эстрагона теперь ломтик ветчины и сыр я взял простецкий плавленый чеддер вопрос потому что он во первых яркий во вторых плавится хорошо а теперь надо свернуть эдакий рулет а почему именно свернуть почему именно в рулет а потому что я собираюсь готовить его в полуфритюре и сворачивание рулет позволит более плотно его закрыть сыра закрыть со всех сторон и при нагревании в раскаленном масле на цепь не будет вытекать вот так вот свернул ветчину теперь как-то вот так вот этот момент чтобы сыр со всех сторон был прикрыт кулятиной очень очень важен сыр же моментально плавится если его плохо прикрыть как только погрузите свой рулетик в раскаленное масло сразу услышите громкое бульканье трещание шипения это плавящийся сыр будет кипеть в масле так но теперь для более плотной формовки завернув пищевую пленку вот эдакая конфета получится супер так ну и чтобы этот рулет лучше держал форму его нужно отправить холодильник на полчасика лучше на час и кстати вот тоже такой момент вы можете заблаговременно нагрузить этих рулетов и хранить их в холодильнике там сутки двое не в холодильнике прекрасно полежать а когда захочется поесть вытащили из холодильника в раскаленное масло и вуаля готова ладно мне перерыв а у вас аэроэкскурсия полчаса прошло давайте продолжать масло у меня уже греется яйцо надо разболтать и добавив немного молока и соли это альизон его хорошо приправить чоккими ароматными травками моем случае это будет опять строгон рулет уже можно распаковать и сначала в муку тогда панировка ляжет плотнее лизон не будет с него скатываться отлично теперь этот самый лизон видите какая красота также со всех сторон и в панировочные сухари тоже со всех сторон пожалуй еще один слой панировки не помешает так что еще раз лизон со всех сторон опять и опять панировочные сухари вот уже другое дело просто супер можно начинать тепловую обработку важно не перегревать масло для такой толщины рулета температуру выше 170 лучше не поднимать иначе снаружи панировку уже начнет подгорать а внутри рулет все еще будет сырым впрочем особенно переживать не стоит есть у вас нет термометра чтобы вымерить температуру увидите что он снаружи разрумянился причем быстро сделал внутри еще по вашим ощущениям сыроват отправьте в духовку для такого диаметра минут 15 на 200 градусах будет вполне достаточно ну 20 поддержите и не бойтесь что пересохнет сыр жирный его там много ничего с курицей вашей не случится нет конечно если полчаса это перебор но 15-20 минут более чем достаточно пока он обжаривается есть время заняться гарниром но сначала соус это будет вариация на тему сальсаберде сделаю мне пойдет мята ароматная петрушка и базилик слегка их проблю чтобы в блендере проще разбивались вариации такого соуса миллион кроме зелени понадобится еще лимонный сок верно что с половинки лимона вот так соль и конечно самый главный ингредиент ароматная с легкой горчинкой и зеленое оливковое масло холодного отжима оно не для жирноты это вкус вкус оливок но так как горчинки масла все-таки недостаточно то еще и чеснока сюда а масса щедро прям вот щедро и превратить все в пасту одним жухом тут не обойдешься парочка жуков похоже тоже вот так но и не забываем про рулет какой красавица теперь на второй стороне отлично соус у меня готов теперь займусь гарниром на гарнир хочу зеленую брокколи слегка и поджарю только чтобы чуть-чуть полить надо порезать вот так нет конечно же можно какой-нибудь и более углеводный и гарнирчик спроводить но это же вы на свой вкус мне хочется чего-то полегче аскорду немного оливкового масла и брокколи сюда пусть обжаривается ей совсем чуть-чуть надо и пожалуй чтобы добавить яркости плесну капельку риса уксуса он одновременно и сладкий и кислый будет самое то рулет тем временем готов пора приступать к сервировке пусть подлежит брокколи сюда так его надо разрезать смотрите какое чудо внутри конечно есть это надо сразу пока не остыло очень классная штука рекомендую конечно важный момент это время в течение которого вы готовите этот рулет и нужно приноровиться к своей плите либо воспользоваться термометром я довожу его в принципе то приблизительно 74 76 градусов внутри и этого вполне достаточно так нужно хватит триндеть давайте-ка рулетик а сначала этот кусман наверно сначала без соуса он немножко здесь есть конечно мне это сочетание безумно нравится потому что нежность куриной грудки она сочная получается и не пересушиваешь здесь и вот эта хрустящая панировочка корочка такая классная и безвкусность по сути вот этой куриной грудки очень отлично сдабривает и ветчина солененькая и саракон который я добавил и сыр придает тоже интересно очень вкуса но так как я люблю в принципе кислые различные блюда и так далее то тут у меня и брокколи это замечательная с кисло-сладким рисовым уксусом и сам по себе вот тут соус сальса берда он и чесночный и за счет лимонной кислый и очень ароматно за счет оливкового масла и терап тоже самое мята к примеру просто фантастика ну посмотрите какое-то чудо просто чудо великолепно просто великолепно смело могу рекомендовать эту методу не зацикливайтесь именно на телятине или на коренной грудке всякий раз когда у вас есть на руках какое-то мясо которое не шибко радует яркими вкусами можно готовить по вот этому принципу ладно доедать я буду уже за кадром огромное спасибо вам за компанию отдельное спасибо спонсору самури и не забывайте что при покупке в магазине самура.org можно воспользоваться промокодом и получите скидку все укажу в описании видео за лайки за дизлайки и за репосты отдельное спасибо за компанию как уже сказал всем пока спасибо за просмотр!